Не поддаются никакому оправданию и прощению те нечеловеческие ужасы, которые творили фашисты в концлагерях времен Второй мировой войны. Медицинские эксперименты над заключенными, жестокое обращение, голод и холод в бараках, газовые камеры. Нацисты, служившие в лагерях, только себя признавали чистой расой, а пленных не считали за людей. Были в услужении у немцев и женщины, которые относились к кузникам с еще большей, неукротимой жестокостью и свирепостью. Одна из них – Вера Сальвеквард. Вера родилась в 1919 году в Чехословакии, и в том же году ее семья переехала в Германию, которая стала ее родиной. В 20 лет она закончила колледж и жила тихой, спокойной жизнью. Идеология национал-социализма, царящая в Германии, не коснулась ее, ни к каким молодежным идейным кружкам она не примкнула, и о политической ситуации в стране не думала. Но, несмотря на то, что она хотела остаться в стороне от громких событий, происходящих в нацистской Германии в 1941 году, ее арестовали. Причиной ареста было сокрытие возлюбленного, бывшего евреем по национальности. Законом Третьего Рейха были категорически запрещены отношения с евреями, тем более их укрывательство. Вере Сальвиквард озвучили приговор, и она попала в заключение на 10 месяцев в лагерь Флоссенбюрг. По окончанию срока девушка вышла из лагеря, но ненадолго. Ее вновь арестовали, и вновь по той же причине – укрывательство еврея. Срок заключения увеличился, и Вера два года провела в неволе. Освободилась девушка в 1944 году. До конца войны было не так уж много, но именно в эти последние месяцы фашисты зверствовали особенно жестоко. Вера вышла после двух сроков в концлагерях, в которых провела почти три года с неподорванным здоровьем, невредимой и энергичной. Только исходя из этих фактов можно сделать вывод, что девушке в лагере жилось не так плохо, как тысячам истязаемых узников. У пленных после лагеря было два пути – либо смерть, либо выход на свободу с искалеченным телом и подорванным на всю оставшуюся жизнь здоровьем. Следующий эпизод жизни Веры еще более интересен. Через месяц после освобождения она опять попадает под арест по обвинению в организации побега пленных офицеров. С ней не церемонятся и отправляют в Равенсбрюк – самый жестокий лагерь смерти, где размещались женщины. С самого начала у Веры Сальвиквард появились покровители, которые позволили ей работать по специальности. По сути, она из статуса заключенной перешла в статус надзирательницы. Теперь главным ее желанием стало выслужиться перед начальством. Для получения одобрения сверху она относилась к кузникам хуже, чем немцы СС. Отправляла тысячи женщин в газовые камеры. Оформляла свидетельства о смерти, изымала у мертвых золотые коронки. Рвение девушки позволило ей сменить грязный холодный барак на теплую комнату и получить достойное питание. Подробности ее работы раскрылись позже, во время Нюрнбергского процесса, где она оказалась на скамье подсудимых. Вера рассказывала, что она спасала жизни заключенных и даже уберегла от крематория маленького ребенка. У судей ее заявления вызвали недоверие. Также непонимание вызвали и верены повествования о заключениях, которые были ранее. Никаких доказательств о пребывании в двух концлагерях подсудимая представить не смогла. Судьи процесса сделали вывод, что вся героическая эпопея выдумана от начала и до конца. Свидетели по лагерю Равенсбрюк рассказали, как все было на самом деле. Вера была полноправной хозяйкой в медицинском бараке и умерщвляла людей с помощью порошка, который ей давали немецкие медики. Заключенным она говорила, что это лекарство для энергии, и они ей верили. Надзирательница не удивлялась тому, что после приема лекарства люди умирали. Действия ее были вполне осознанными. Она выполняла приказ фашистов. Ведь мертвых людей было проще отправить в крематорий, чем живых. Другим узницам Вера по доброте душевной отдавала обувь пленных, которых длительное время с целью экспериментов травили ядами. Обувь тоже становилась отравленной. И те, кто принимал такой подарок, вскоре умирали. Одна из свидетельниц также сказала, что видела, как Вера Сальвеквард спасла некоторых женщин. Но этот факт не стал смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Рассмотрев свидетельские показания и заслушав объяснение виновной, судьи вынесли заключение. В феврале 1947 года они признали Веру Сальвеквард виновной в жестоких преступлениях против человечества и приговорили ее к высшей мере наказания через повешение. Девушка упорно боролась за свою жизнь и обратилась с прошением о помиловании к королю Британии. Она уже в который раз прибегла ко лжи и сказала, что ее любовником был британский шпион, у которого она похитила схемы баллистической ракеты Фау-2 и теперь готова ими поделиться. Просьба Сальвеквард сработала. Ей дали отсрочку. Но спустя время выяснилось, что факты, изложенные в прошении, не подтвердились. Ложь Веры в очередной раз раскрылась, но дала ей возможность прожить еще 4 месяца. Приговор был приведен в исполнение в июне 1947 года в немецкой тюрьме Хамельн. Жизнь нацистской преступницы Веры Сальвеквард продлилась 28 лет. Продолжение следует...